Картофельные шарики Картофельное пюре мы заранее почутили картошку, порезали ее и сварили, и потокли. Нам понадобится мука, соль, паприка, два яйца и масло. И перец. А еще панировочные сухари, которые мы забыли. Мы берем нашу пюрешку. Также соль, паприку, перец. И добавляем всего на глаз. Собственно, как готовится любое простое блюдо. Нормально прям так, прям посолим картошечку. Да сыпьте, не жалейте. Чем больше паприки, тем лучше. Ну так. Ну и чуть-чуть перчика, чтобы хорошо было. Дальше нужно разбить туда еще яички. И второе. Ну и можно начинать добавлять муку. Ее нужно добавить в стакан. Ну, вот стакан она не стоит, поэтому жем как можем. Я что, для вас какая-то шутка? Нужно делать их густыми так, чтобы можно было скатать в шарики. Косково вокзалом. Союз ямал. Так шарики лучше лепить, наверное, на доске чтежа. Да. Лучше было бы на дельке есть все перчатки и снять все кольца, чтобы ничего не прилипло. Ну, перчаток нет, здесь все. Поэтому руками-то руками. Советую снять кольца, иначе все поприлипает к колечкам. Проверено на практике. Мука какая-то не твойная. Мука для бедного студента. Ну, а еще советую без ногтей. Были шарики, стали ладушками. О, получилось! Ну, без планировочного шарика у нас получается только ладушки, поэтому выкручиваемся так можем. Вкусно. Идите, ну! А кетчуп есть? А кетчуп есть? Есть. Я съем. Нам нужно в сковородку налить маслом, чтобы потом-то выложить шарики. Теперь будем выкладывать наши шарики на сковородку. Если не о чем переворачивать, то как настоящие русские женщины, или как сильные мужчины, руками. Руками? Они что-то руками делали? Мы обжарили наши шарики, которые получились с оладушками. Дальше выкладываем на салфеточку, чтобы весь лишний жир от масок пропитался в салфетке. Ну, и можно есть с любым салютом кетчупом, так будет всегда вкуснее. Это может приготовить каждый студент, поэтому поздравляем вас с Днем студента! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok